Всем доброго времени и суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну и вот, сегодня у меня пойдет очередное видео про катушки. А думаю, оно будет всем интересное. И сразу же попытаюсь ответить, скажем так, на один вопрос. Недавно мне тут написали в комментариях, то есть, ну, вы говорите, вживую покажите, как выглядит, допустим, Страдик 3000, да, и Заубер 4000, чтобы, ну, как бы, ориентироваться, то есть, как выглядит эта катушка от народной марки. Ну, это так было написано. Вот я показываю, вот он, 3000 Страдик и вот 4000 Заубер. Вот, если кому вот интересно, вот спрашивали, можете вот посмотреть реально вот размеры. Вот. Думаю, достаточно существенно отличается, да. Не знаю, как еще показать, в каких ракурсах. Так, так, вот. Ну вот, показал, но речь у нас пойдет не об этом. Многие меня спрашивали, чем, допустим, отличается Суара. Суара у нас получается С4+, и Саара Би-Би, вот. И вот в данный момент предоставилась такая возможность показать и рассказать, чем они отличаются. Ну и вот еще вам хочу сказать, кому интересны вот данные катушки, пишите мне на почту. И будем, как бы сказать, общаться. Вот. Потому что вот это то, что сейчас катушки, они сейчас уже уходят. Ребята мне уже, как бы, оплатили все вот это вот. И вот сейчас после этого видео я поеду на почту и буду собирать кому чего. Отправлять вот. Ну вот еще раз говорю, кому, если интересно данные катушки, пишите на почту. Ну а мы сейчас, как бы, рассмотрим именно то, о чем будет интересно. Вот. Сегодня у меня вот появилась такая катушечка Суара Би-Би. Она точно такая же S2000 PGS-S, как Саара С4. И сейчас мы посмотрим самое главное отличие. Но, во-первых, скажу, самая главная отличительная разница это цена. Разница между ними. Ну, где-то 7-8 тысяч рублями, да. То есть, грубо говоря, если даже это перевести в долларов. Ну, грубо говоря, скажем, в 100 долларов. Разница между ними. Ну вот посмотрим, насколько это отличие тянет на эти ценовую категорию в разницу в 100 долларов. Стоит эту покупать или стоит эту покупать из-за этих 100 долларов, да. Ну, самое главное, это при одинаковых размерах, при одинаковых, как бы сказать, емкостях шпули, да, это самая главная отличная характеристика, это их вес. Здесь у нас вес 160 грамм. Ну, вот все могут наблюдать. А здесь у нас вес 190 грамм. То есть, вес как бы в 30 грамм. Ну, я не знаю, 30 грамм кому играет погода, кому не играет погода. Это каждый сам для себя выбирает сам, да. Ну, и второе самое главное отличие. Это получается в подшипниках. Здесь у нас в Си 4 плюс у нас 8 плюс 1 подшипник. А в Би-Би у нас получается 5 плюс 1. То есть, грубо говоря, разница в трех подшипниках. И в разнице в 30 граммах. И цена в разнице 100 долларов. Ну, грубо говоря. Ну, и давайте мы теперь посмотрим на внешний вид, как это все отличительно отличается. И попытаемся копнуть чуть-чуть гораздо больше, чем написано на упаковках этих катушек. По мере своих возможностей. Потому что мне вот на почту очень четко пишут. Все хотят это посмотреть и увидеть, да. Вот давайте возьмем схему Би-Бишную. Посмотрим ее комплектацию. Лежит такой чехольчик. Стикеры для крепления шнура на катушку. И регулировочные шайбы. Вот они. Пакетик. Вот. Ну, и сейчас мы более подробно все это будем рассматривать. И разжевывать. Всем будет очень интересно. Потому что действительно очень много-много-много кто хочет различить эту разницу и понять вот эту вот грань ценовой категории. Стоит ли платить? Не стоит ли платить? Быть или не быть? И вот в чем вопрос. Ту же схемку мы оставим для интереса. Ну, здесь я комплектацию тоже уже показывал. Тот же самый чехольчик. И сейчас Шимана везде шьет. Ну, вот регулировочные шайбы, да. Стикеры. И вот еще такая приблуда, да. Чтобы катушечка у нас не лежала на боку. Она не упиралась и стояла, да. Вот. Ну, и давайте посмотрим. Внешние катушки очень даже похожи. Если так разобраться. Ну, просто очень похожи. Можно сказать, с виду даже и как бы толком не отличить. Видите? Те же самые расцвет шпули. Ну, разные вот на шпуле разный рисунок. Вот этот вот он нарезан, видите, чуть-чуть. А так, то же самое пальто. Может быть, разный оттенок шпули по цвету. Все. Один в один. Те же самые кнопы. Ну, вот самое явное, что в гроза бросается. Как бы сказать, отличие это в кнопе. Здесь у бибишки мы видим кнопот. Он вот такой вот. О, вернее, не кнопа, а ручка сама. Она тоже вкручивается в главную пару. Все как положено, видите? То есть, нормальная ручка в главную пару вкручивается. Только здесь она как бы таким шариком сделана. С такой юбкой. А вот на C4+, видите, она вот складывается как будто так вот вбок. Но тоже закручивается в главную пару. И можно ее снять и поменять. Видите, прямо стоит такой шурупчик. Вот оно прикручивается все. Ну, вот по плавности хода, если сравнить. Сейчас мы это посмотрим. Ну, честно сказать, разницы никакой. Вот я, конечно, много видел катушек. Очень четко понимаю, какие узлы и агрегаты, что нужно регулировать. И вообще, я как бы, ну, сами понимаете. Когда давно с катушками работаешь, да, то ее берешь в руку, вкрутишь. И сразу же чувствуешь то, что не чувствует обычный человек, да. Это точно так же, как приезжаешь к специалисту там на машине в сервис. Он там слушает, какой там у тебя подшипник воет. То есть, ну, в двигателе. Ты, допустим, и не понимаешь, а он понимает, где какой и что он воет. Ну, то есть, по одному звуку, да. Здесь примерно то же самое. Такая же цельная душка лесоукладывателя, видите, литая. Точно так же загнута она на бибишке. С такими же упорами, такая же толстоватая. Видите, ее отгибаешь, отпечаток на пальце остается. Все вот, ну, то же самое. Единственное, что вот эти вес в 30 грамм. Ну, я не знаю. Честно скажу. А нет, все-таки ощутил я на руку 30 грамм. Ну, буквально почти неощутимо, но чуть-чуть, чуть-чуть, конечно, есть. Да, есть. Я думал, что 30 грамм моя лапа не ощутит. Но ощущается, ощущается. Вот, обе катушки сделаны для японского рынка. Сделаны они в Малайзии, да. Мы вот видим, единственное внешнее отличие, как мы уже определились, это только по рисунку на шпуле и по самой ручке, да, которая вкручивается. В принципе, ну, здесь декоративный этот колпак. Чуть-чуть по-другому здесь, видите, такая вставка C4. Здесь этой вставочки нету. Просто Saora BB написано. Все, остальное то же самое пальто. Вот. Ну и давайте тогда, если уже с виду никаких внешних таких отличий у них нету, давайте уже посмотрим их характеристики, где стоят у бубишки подшипники. Видим, что вот у нас схема на Saora BB. Видим, что подшипники у нее стоят. Стоят у нее коренные подшипники, которые держат ведущее колесо главной пары. Стоят у нас подшипники. Это которые вторичную шестерню главной пары держат. Он же X-Ship здесь присутствует. Вот четыре подшипника. И пятый подшипник у нас находится в ролике лесоукладывателя. Ну вот. Ну что могу сказать. Вот эти вот пять подшипников, они стоят в самых нужных местах. Все шестеренки они держат. В ролике лесоукладывателя нет. Ну и давайте теперь скажем основное отличие от, скажем так, C4 схемы. В C4 я тогда уже не буду эту схему в руки брать. Я вам покажу на этой. Чем отличается именно C4 от BB. У C4 два подшипника еще стоят в шпуле. Да? Вот они находятся. И один подшипник стоит в кнопе. Вот разница всего. Ну, не знаю, стоит ли эти 30 грамм веса и вот эти два подшипника в шпуле и один в кнопе в 100 долларов. Я вот, конечно, не знаю. Мне кажется, что ну как-то 100 долларов. Ну вот за эти три подшипника как бы это. Вот. Извиняюсь. Так, извиняюсь, меня тут отметли по телефону. Ну вот, давайте продолжим. Ну вот основное отличие, то что я вам сказал, между, как бы сказать, C4 и C4+, да, это вот в этих трех подшипниках, которые стоят у нас в шпуле и один в кнопе. Но если так разобраться, кто хочет, допустим, то, допустим, в кнопку вы здесь тоже сами можете поставить подшипники, вынуть вот эти вот втулки под номером 65 и поставить подшипники. Также можете убрать втулку под номером 82 у червяка и тоже поставить подшипник. Но вот в шпулю вы уже поставить подшипники сами не сможете, потому что вот здесь такая вот уже конструктивная особенность. Вот шпуля у нас на BB и вот шпуля у нас на C4. Вот видите, что здесь у нас под шпулю на C4, вот у нас черная, да, изнутри, сделан определенный такой паз. Здесь его выточить уже, ну, внутри никакой возможности уже не представляет вообще никакой, да. Есть, конечно, попробовать вариант поменять шпули, да, вместо, ну, как бы заказать от C4, но здесь тоже другой подшпульный механизм, видите, то есть если будет только заказывать вот такой подшпульный механизм, сверлить под него в штуке дыру, да, и может быть что-нибудь получится, но реально как бы понту нету, да, вот этого всего делать. То есть просто так уже со шпули уже подшипники не поставить, видите, да. Ну, вот тоже отличие, видите, если, допустим, в C4 мы видим шток такой оливкового цвета, да, и покрыт таким вот каким-то там полимером, да, скользким, ну, каким-то материалом очень скользким, да, оливкового цвета, это на C4, то, допустим, у BB, которая подешевле, он у нее просто такой, как поршневой палец, наверное, типа током высокой частоты закален, да, просто белый, вот. Вот, не знаю, конечно, и не могу вам сказать, если, допустим, мы на видео C4 разбирали на ТО и смотрели, то вот именно по BB, какая у него главная пара и какое-то там еще внутреннее отличие, и покрыта ли там главная пара тоже каким-то материалом или нет, я не могу сказать. Ну, вот это самые основные отличия, которые мы вот сейчас вот, ну, вот, рассмотрели, да. В принципе, катушка вот эта BB тоже имеет право на существование, и несмотря на то, что она на 100 долларов дешевле, чем C4, да, ничем она не уступает, и на руку по плавности хода, и по всему остальному вы ничего не отличите, разницы никакой. Точно так же у него все в порядке с люфтами главной пары, видите, все отрегулировано, вот, идеально. С люфтами ротора вообще на роторе никаких люфтов нету. Видите, на шпуле люфты минимальные, ну, то есть, все как бы нормально, решайте сами, быть или не быть, иметь или не иметь. Разница все-таки существенная, став в долларах, но вот именно на руке и прям так с виду ничего такого отличия никакого нету, видите. Так что, если, допустим, кто-то хочет подружаться с бюджетом, я думаю, Саара BB ничем не хуже. Тем более она такая же тяговая катушечка, что нужно, да, как раз нам. Я про это уже рассказывал, вот. Ну вот, кому понравилось, уважаемые, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.